Всем привет, и это уже второй Vlogmas на моём канале. Я очень надеюсь, что вам понравится, и приятного просмотра. Сейчас я жду Наташу, её почему-то пока что нету, но я надеюсь, что она скоро придёт. Афтографы представляем. Это что? Автографы. Автографы. Что это такое? Автографы. А ночём? Всё, хватит, пойдём. Мы пришли в Магнит. А, я тебя понимаю. Не-не-не. Наташ, как ты относишься к вот этому? Не знаю, как ты такой. Ну ладно. Ассортимент очень большой, всем советую, Магнит хороший магазин. Ай! Ну а сейчас мы идём на Валберис, потому что мне нужно забрать посыпку. Открываем. Привет. Спасибо. Итак, я уже занесла посылки домой и теперь мы идём за подарками. Сейчас мы сходим в несколько магазинов и нам будет весело. Как будто я это снимала со каким-то эффектом, но на самом деле это про камни. Ну, топаем в магазин. Знаешь, можно ещё сделать такой эффект. Типа, быстрей, 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 гоу, гоу, гоу. Но я этого делать не буду. Музыка Музыка У меня появилась идея. Всё, я гений. Музыка 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 Я, получается, возьму такую и что-то из этого. Возьму вот эту маску. Музыка Музыка Итак, я купила всё, что мне нужно было для подарка. На это я потратила больше 200 рублей. Ой, тут картошку рассыпал. Кроме того, я купила себе ещё гирлянду тёпло-жёлтого света. Там, конечно, она не очень длинная, но, мне кажется, будет нормально смотреться. Музыка 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 Та-дам! Музыка Блин! Наташа, не держись за меня! Музыка Кстати, совсем забыла. Больше фоток и видео из моей жизни вы можете найти у меня в инстаблоге Линго Мари Стади. Музыка Примеры этих фоток здесь. Музыка 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 Упаковки там не было, но, думаю, ей ее понравится. Ещё у меня есть наполнитель. Такие вот мелкие бумажные, как спагетти. И я хочу положить на дно этой упаковки, чтобы получилось очень красиво. И это очень приятно, делать такие подарки. И, собственно, вот так у меня пока что получается. Здесь будет лежать еще открытка, которую я нарисую самостоятельно. Все это теперь закрывается вот такой крышкой. Еще, конечно, можно запаковать в обертку, но я этого делать не буду, потому что мне нравится и эта коробка, потому что я ее покупала специально для этих подарков. Маска лежит внизу, если вы видели на таймлапсе. Здесь лежит скраб, и вот здесь я хочу нарисовать что-нибудь, какую-нибудь открыточку и написать там пожелание. Мне кажется, получается очень неплохой подарок, тем более за свои деньги. Мне бы, например, было очень приятно получить такой подарок, потому что он сделан с душой, и он очень красивый. Кстати, совсем забыла показать вам гирлянду, которую я купила в Фикс Прайсе. Сейчас мы ее включим и посмотрим, как она горит. И вот такая прикольная гирлянда. У нее нежно-желтый цвет, и мне она очень нравится. Тем более, у нее есть несколько режимов, которые переключаются. То есть, мне кажется, прикольно. Ее я вешать буду на окно, либо на гардину, чтобы она не соприкасалась со стеклом. Поэтому надо посмотреть просто, как будет смотреться лучше. Мне нравится. Я хочу попробовать новый способ, как ее вешать, потому что в прошлом году у меня тоже была гирлянда, но она куда-то делась. И она была не вот такого цвета, а разноцветная, и мне она не очень нравилась. Хоть она и была прозрачная, и вообще почти незаметная. Я хочу повесить ее не на окно, именно на стекло, а вокруг подоконника. Мне кажется, на ней будет очень хорошо смотреться. Я не знаю, как вам показать, потому что она на экспозиции плохо показывается, но я повесила гирлянду, вот так она висит. И, честно, мне очень нравится, потому что это красиво выглядит, плюс это как-то необычно, и это не на окне, как у всех. Вроде бы вот так вот она не гаснет. Я включила такой режим специальный, и вот так теперь это выглядит. Мне очень нравится. Также это можно закрыть тюлью, и фонарики будут размазываться, и вот этого провода тоже не будет видно, и это будет просто потрясающе. Просто посмотрите, как это прекрасно выглядит. Это я еще не наклеила конец, потому что мне немножко лениво стало, и тяжело подтягивается. Но как выглядит половина окна. Просто это так прекрасно. Мне очень нравится. Вот это именно то, что я хотела. Ну, это было все видео. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось, и вам не будет жалко подписаться на мой канал, поставить лайк, поделиться моим видео с друзьями, возможно, подписаться еще на мой инстаграм. Я стараюсь вести его красиво. Ну, и всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!